Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Агропромышленный холдинг «Дороничи». «Особое мнение» на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. А своё особое мнение сегодня будет высказывать главный редактор журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Горьков. Коля, здравствуй. Здравствуй, Светлана. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем добрый день. Всем приятного аппетита. Церемония исполнена. Мы с тобой переходим к нашим темам. Хочется поговорить про центральный рынок. Вот прям хочется, понимаешь, новость одна за другой каждый день, особенно в деловых изданиях. Мы по бизнес-новостям можно в день и не одну новость по центральному рынку прочитать. Значит, какая у нас ситуация? Администрация города Кирова и городская дума, которая вчера, насколько я понимаю, собиралась, в том числе и по этому вопросу, едины в своём мнении сейчас. Центральный городской рынок должен быть перестроен. Городская администрация, кроме этого, настаивает, что исполнять работы должна компания БСП Инвест Плюс, несмотря на протесты прокуратуры и решения судов. Почему я слово настаиваю, это выбираю? Потому что они собираются снова подавать жалобу. То есть это настойчиво уже, который суд проходит, уже сколько обсуждений было, уже сколько нападок было на БСП Инвест Плюс, уже сколько указывали администрации, что такое безобразие, почему так провели конкурс, который не был конкурсом. Но, тем не менее, администрация всё равно отстаивает свою позицию, а значит, настаивает на том, что БСП Инвест Плюс – лучший выбор. Значит ли вчерашнее заявление Гордумы, что депутаты в полном составе поддерживают линию администрации города в отношении этой компании? Во-первых, здесь есть два момента, Свет. Во-первых, то, что рынок должен быть перестроен, это следует из федерального закона о рынках. Это отмечает городская администрация. Да, то есть этот вопрос сам по себе, никакого отношения к БСП Плюс не имеет. И, по-моему, не вызывает ни у кого никаких сомнений. И тем более, если вспомнить в своё время ещё ныне покойный Сергей Лузянин. Он представлял свой проект. Этот проект был презентован в здании администрации. Он был хорошо, довольно-таки широко освещен. И он начал реализовываться. То есть сказать, что рынок не перестраивается нельзя. Там появились капитальные строения за последние годы. И постепенно эта работа шла. Но в чём тут дело? Дело в том, что проект, который сейчас проталкивается, вот этот ООО БСТ, как он там? БСП Инвест Плюс. Это немножко другое. Это не реформирование рынков комплекс капитальных зданий. А это превращение рынка в некий огромный торговый центр с прилегающими территориями. То есть, в общем-то, это ликвидация рынка, вот я так понимаю, как такового. Извини, что я вернусь сейчас к своему вопросу. Значит ли вчерашнее заявление Гурдумы, повторяю, что депутаты в полном составе поддерживают линию администрации города в отношении компаний БСП Инвест Плюс, включая их проект? Понимаешь, вот судя по этим заявлениям, это не значит. Потому что депутаты говорят об одном. Они говорят о том, что рынок должен перестраиваться. А администрация уже, как орган исполнительной власти, он уже говорит конкретно, кем и по какой схеме он должен перестраиваться. Были ли заявления депутатов? Ты слышал ли хоть заявления депутатов, которые, кроме Владимира Журавлева в свое время, которые говорили бы, что этой кампании здесь не место, и этот проект не очень хорош? Потому что вот вчерашнее единодушие, вот такое без подробностей, у меня вызывает... Нет, оно вызывает, безусловно, такое сомнение определенное, скажем так. То есть то ли мы понимаем, что нам говорят. То ли они говорят, что мы ждем от них услышать. Дело-то в том, что здесь все сделано очень аккуратно. Городская дума, она такая массовая вещь. Тут никто персонально как бы не высвечивается. Но всем понятно, что большинство в городской думе составляют люди, близкие, условно говоря, к нашему глобусу. Это я знаю. И, безусловно, нашему глобусу, как и в случае с ликвидацией киосков, очень выгодно, чтобы мелкая розница в Кировской области еще ужалась посильнее. Подожди, но здесь глобус-то ни при чем. Здесь компания БСП Инвест Плюс, по-моему, глобусе не имеет никакого отношения. Мы говорим о разных вещах. Мы говорим о том, что городская дума выступает за перестройку рынка. Она не говорит про БСП Инвест Плюс. Про нее уже говорит дальше администрация города. Тогда, хорошо, еще раз. Для особо тупых, таких, как я. Значит, городская дума вчерашним своим заявлением дала карт-бланш разрешения администрации действовать так, как администрация считает нужным. Совершенно верно. Первое. Хорошо. Второе. Хорошо. Второе. Администрация настаивает на том, что... Надо передать контракт именно этой компании. Именно этой компании. Здесь возникает самый большой вопрос, который у нас есть. Почему? Потому что, на самом деле, прошло два суда, две инстанции. То есть первая инстанция, арбитражный суд, удовлетворил иск прокуратуры. Но там еще прокуратура и УФАС, насколько я помню, фигурировал. Причем претензии были разного характера. У УФАС очень даже серьезные по самому, по объединению нескольких вариантов договоров в один. Потому что, если с точки зрения закона смотреть, тут должно бы проходить несколько конкурсов. Не один, а несколько конкурсов, потому что есть разные варианты договоров. Вот сейчас хотелось бы в процедуры не внедряться, но, однако, отметить. Вот смотри, администрация, кроме всего прочего, который раз уже говорит, что конкурс можно считать состоявшимся, потому что больше никто не заявляется, никто не изъявляет желаний перестраивать, застраивать этот центральный рынок. И вот тут большое удивление. По закону, в принципе, если есть один участник, конкурс может быть признан состоявшимся. Он состоялся. Если конкурс будет признан не состоявшимся, с единственным участником можно заключить договор. Они заключили. Почему нет других участников? Сейчас подожди, я до этого тоже дойду. Не все сразу. Давай поговорим, собственно, об особом факте заключения договора. Сейчас этот договор, уже вступившим в законную силу решением апелляционной инстанции, признан недействительным. То есть на данный момент этого договора нет. Но администрация не согласна. Дело в том, что она сейчас будет подавать жалобу в конституционную инстанцию, может быть, еще в Верховный суд. Но дело в том, что это может ведь ничего уже не изменить, потому что действие уже этого договора не распространяется. Хорошо. Меня интересует позиция все равно городской администрации. Про позицию давай поговорим сейчас. Давай, подожди, подожди. Нет, я тебе задала вопрос. Прошло достаточно много времени. И в тот момент, и в нынешнее время у меня вызывает личное удивление, и не только у меня, а у многих кто обсуждает этот вопрос. Почему ни одна строительная компания больше не претендует на центральный рынок? Меня больше даже удивляет вопрос, почему нашлась одна компания, которая претендует. Потому что найти компанию в наше время с полутора миллиардами свободных денег, это довольно-таки большая проблема. Потому что полтора миллиарда свободных денег. Первое. И, соответственно, у меня еще и возникают сомнения, а есть ли эти полтора миллиарда у компании БСП+, у которой там уставлен капитал, по-моему, 10 тысяч, если я не ошибаюсь. Дело в том, что при таком условии, смотри, вот даже чтобы составить нормальный проект реконструкции такого вот пространства, те сроки, которые были заявлены администрацией города, они были невыполнимы. То есть вот мы объявляем, если конкурс, за месяц никто такой проект представить не может. Это абсурд. То есть то, что нам нарисовали, вот эту картинку, которую якобы представили. Ты говоришь, что было сделано все, чтобы именно эта компания, БСП Инвест Плюс, смогла получить договор. Да, это говорит о том, что эта компания каким-то образом должна получить этот договор. А я спрашиваю, почему наши строительные компании не борются за этот лакомый кусок? А потому что у них нет полутора миллиарда свободных денег. Окей. Мы нашли инвесторов, которые готовы. И, во-вторых, это нереальный проект для них в данном случае. То есть по срокам, по проведению конкурса это нереально. Для серьезной реальной строительной компании, которая работает в белую на рынке. Теперь еще. То есть администрация теперь вырисовывается белый, пушистый, хороший, поскольку они действительно нашли инвестору, у которого есть такие большие деньги. И, кажется, фигурировала сумма в 20 миллионов рублей, которая уже была переведена, правильно? На счета бюджета нашего. Ну, в общем-то, 20 миллионов. Как договор был заключен, то ничто не препятствовало переводу каких-то сумм. Ты следил за тем, эти 20 миллионов куда потом ушли? Они хранятся, их не трогают. Они уже израсходованы. Почему? Бюджет это некий котел, там конкретную сумму, вот именно, знаешь, там немечены же деньги лежат. Вот так вот, да? То есть мы не знаем судьбу этих 20 миллионов. Но я полагаю так, что у нас городской бюджет достаточно богат для того, чтобы в необходимый момент эти 20 миллионов вернуть обратно. Вот. И здесь. Что мешает еще раз администрации, чтобы не вызывать вот это все возмущение, чтобы согласиться с решениями судов, с решениями, с заявлениями прокуратуры, разорвать этот контракт и потихонечку, не вызывая ничьих там волнений, провести новый конкурс. Так вот, здесь как раз дело в том, что и вызывает у всех сомнения, вот именно такое поведение. Мы имеем что? Мы имеем вот готовую сейчас картинку, да, администрация уперлась. И мы вынуждены, знаешь, вот есть такие задачки. Ты сама как-то мне загадывала, там, про пингвинятинку мороженую. Да-да-да. Когда мы видим некую итоговую картинку и должны попробовать нарисовать то, что было перед ней. Вот. И получается так, что, собственно говоря, здесь единственное, точнее, не единственное, может быть, объяснение, может быть, два объяснения или три, но они все сводят с того, что у администрации есть некое обязательство, которое она не может нарушить. Обязательство, связанное вот с этой фирмой, данное может быть не конкретно этой фирме, потому что эта фирма слишком незначительна, чтобы у администрации города с таким бюджетом были перед ней какие-то невыполнимые обязательства. А перед кем-то персонально. Либо это финансовые обязательства. То есть, по-русски говоря, ну, не хочу никого обидеть, взяли на лапу. Взяли на лапу, сейчас обязаны сработать. Но, опять же, я полагаю так, что те суммы, которые обычно берут в таких случаях на лапу, они обычно возвращаемы вполне, потому что человек занимается обычно много и всю жизнь профессионально берет на лапу. Второе, более серьезное. Есть некая угроза. Да? Есть некая угроза, что, ребята, вы должны это сделать, иначе... То есть, когда в дело вмешивается уже не легальный бизнес, а некий криминальный бизнес. И вот тут давай вспомним. Я к чему все веду-то? А давай вспомним. Ведь этот договор с БСП Инвест Плюс заключался еще в годы присутствия в Кирове нашего великого милиционера Сергея Солодовникова, которого с городом Подольском связывает очень многое. Это он как бы никогда не скрывал, так же, как и службу с господином, дружбу свою с господином Лалакиным, почетным гражданом Подольска, которого некоторые называют криминальным авторитетом. И компанию БСП Плюс Инвест Плюс связывает тоже с Подольской. Она подольская, да. Ее не связывают, она подольская. Это как бы легально, так пишут, это правда. Так что вполне возможно, что в то время, пока Сергей Александрович успешно занимался очисткой Кирова от местного криминалитета, то есть зачищал площадку для прихода каких-то более других, как я называю, для федерализации криминалитета. Она же все федерализируется. Криминалитет в том числе. Вот где-то в это время, когда Сергей Евгений Служянин покинул центральный рынок, но еще, может быть, даже находился на свободе, но уже покинул. А ведь помнишь, что говорили, он ходил якобы по кабинетам мэрии и всех пугал, помнишь, да? Вот, видимо, и свято место пусто не бывает. Пришел кто-то другой в кабинеты мэрии. Который ходит и пугает. Ну да. Посерьезней, помасштабней, федерального масштаба человека. И уходить не хочет. Да. И вот этот человек, видимо, и сказал, что здесь вот эта фирмочка вам все сделает. Как раз, и раз уж ты вспомнил, Сергей Сладовников, с тех пор, как он уехал из Кировской области, как раз и пошли слухи, что теперь и центральный рынок не будет отдавать компании БСП Инвест Плюс. Так ведь так и происходит. Его и не отдают. Вот все-таки в итоге. Я вчера этот вопрос Михаил Курашин в особом мнении тоже задавала. В силу вот всего, что тут происходит, кто от этого выигрывает, а кто проигрывает. Вспомним про нас, про горожан, которые кто-то центральный рынок обходит стороной, как я, например, уж не знаю, как ты. Я очень люблю на нем бывать. А вот ты бываешь там, да. Вот мы-то с тобой здесь выигрываем или проигрываем в этой ситуации? Вот такой человек, как я, который понимает рынок как место свободной торговли, вот он сейчас таковым уже не является. Там, конечно, уже не то немножко происходит, что было раньше. Но как это раньше был колхозный рынок, куда на самом деле приезжали люди и продавали свою продукцию, свою, вот выращенную своими руками. А сейчас доступ очень резко ограниченный. Сама знаешь, по требованиям и по мясной продукции, и по молочке требования очень ужесточились. И практически этого доступа туда у них нет. Тем не менее, там что-то еще осталось. Я что-то там могу еще купить, вот такое вот живое, настоящее, чего уже в магазинах. Только за большие деньги. Поэтому рынок, он должен быть. Вообще вот эта вот торговля такая вот должна быть рыночная. И не только на центральном рынке. Вообще много ее должно быть. Поэтому город проиграет, безусловно. Горожане проиграют. Горожане проиграют. Сейчас скажи мне, в 2016 году что будет происходить? Будет происходить вот это вот Бадалово? И что все-таки в конце концов, по твоим прогнозам, БСП Инвест Плюс контракт начнет реализовывать? Ну, в данный момент он не имеет права реализовывать, потому что... Что будет происходить, я говорю. Пока не вступит в силу решение кассационной инстанции, пока не будет принято. А там, глядишь, прокуратура его может обжаловать. Верховный суд, если он будет против ее. То есть эта история долгая. В 2016 году она даже не будет там какого-то бодания. Там просто бумаги будут свое вылеживать. Их же надо сначала собрать, написать, отправить. Они полежат, изучатся. Мой вопрос вчера Курашину был обращен. Это депутат областного законодательного собрания. Следующий. Вот Владимир Васильевич Быков, который принимал непосредственное участие, как мы понимаем, во всех делах он принимает городских непосредственное участие. В том числе, мы знаем, и в решениях по центральному рынку, который вступает сейчас в предвыборную кампанию. Он останется в стороне от решения этой проблемы в 2016 году по поводу центрального рынка. Или он, наоборот, использует центральный рынок как, например, инструмент «Я решил, я сделал, посмотреть это мое достижение, и это будет ему на руку в его избирательной кампании». Курашин придерживается того, что для Быкова это большой минус. Это его ошибка, и оппозиционные кандидаты или партии будут, в том числе, и эту его ошибку использовать против него в избирательной кампании. Вот почему я с самого начала стал говорить о том, что есть Дума и есть администрация. Быков — это у нас председатель Думы. Всего лишь по должности. — Ну. — Да. Всего лишь председатель Думы. — Ну. — У него других полномочий нет. Он не подписывает бумаги. Он не подписывает бумаги. — Можно я тебе цитирую? — Он не подписывает соглашение. — Хорошо. Михаила Курашина цитирую дословно. «За последние 3-4 года городская администрация, возглавляемая лидером кировских единороссов, тут я уточняла Владимиром Быковым, говорит, да, совершила большое количество ошибок. Эти ошибки будут в рамках избирательной кампании, конечно, прощены не будут». — Ну, это же не оговорка, господин Курашин. — Это оговорка, безусловно, потому что городскую администрацию возглавляет горла администрации. Это оговорка. Это, вот понимаешь, это наши двоевластия, она очень забавная штука. То есть есть глава города, который практически не имеет никаких властных полномочий. Это такое политическое лицо города. — Хорошо, окей. — Я понимаю, Света, я понимаю. — Ты мой вопрос понимаешь. — Да, я понимаю, что на самом деле, безусловно, глава города, вот как он есть, да, он во всех этих вещах участвует. Но нигде не оставится и подпись. — Это все ясно. Ты мне скажи, пожалуйста, будет ли сейчас Владимир Васильевич Боков принимать участие в судьбе центрального рынка и какие-то заявления по этому поводу делать в свете предстоящей и уже текущей избирательной кампании? — Исходя из того, о чем мы здесь немножко уже поговорили, возвращаясь к истории, раз уж мы полагаем, что у них есть некое обязательство, которое они должны выполнить, куда же он денется? — У них это администрация плюс мэр города. — Я думаю, что тут вот как раз все наоборот. То есть бумаги-то подписывает глава администрации, а обязательство берет на себя обычно глава города. — Ясно. — Вот. Так что действовать в этом направлении он, безусловно, будет. Другое дело, Свет, что он, конечно, я думаю, от этого дистанцируется. То есть он будет подчеркивать, что есть Дума. Дума выступает за реконструкцию центрального рынка в соответствии с федеральным законодательством. Есть администрация города, которая уже реализует это пожелание так, как считает нужным. — Ясно. Спасибо. Это особое мнение Николая Голикова. Мы продолжаем. Только что закончился дневной разворот, в котором обсуждали организацию православного патруля. Это термин уже устоявшийся. И самый организатор, здесь был отец Андрей, он говорил, что он так именно его и называет, обосновывает организацию православного патруля, в который призывает вылиться активную молодежь города и казачества тем, что активизировали сектанты. Ну, в городе. Это те люди, которые пристают вот тебе на улицу растучаться в твои двери, предлагают там приобрести некую духовную литературу, но действуют не вполне приемлемыми методами и вообще вкладывают в голову людей неправильные мысли. Ты на себе, на своей вот шкуре, скажи, вот сейчас почувствовал, что вот эти сектанты так называемые активизировались. Если да, то почему? Свет, вот я пешеход, я всегда хожу пешком, хожу много и по центральной части города, и по окраинам города. Я чего и то в последнее время их точно не встречал. Не заметил. Тогда... Ну, по крайней мере, я не видел, чтобы кто-то кому-то приставал, и уж тем более ко мне. Тогда как ты себе представляешь вот православный патруль в связи с тем, что он сейчас создается на основании того, что сектанты активизировались? Ну, во-первых, мне интересно. Вот ко мне подходит на улицу человека, начинает со мной говорить. Ну, к примеру, он спрашивает, насколько времени. Да? И мы с ним ведем какую-то беседу. Вмешается ли православный патруль, заподозрив то, что меня агитирует некая секта? То есть на каком основании вообще патруль будет подходить к разговаривающим на улице? Ты вообще опиши этот православный патруль. Как он... Ну, хорошо. Ты описала, да, то есть там казаки, активная молодежь и священнослужители, да? То есть, видимо, будет некий чин, он должен быть, некий казак, тоже его узнать можно, ну, и активная молодежь, если рядом с ними, то можно догадаться. Видимо, так вот, тройка будет особая ходить. Я так понимаю. Я еще пока не видел. Вот. Они будут ходить, вот где-то, сказал Уцума. В парке. В парках где-то, да? В библиотеку Герцена, извините, сегодня упоминали. В звонят, звонившие, да, слушатели. Ну, вот хорошо. Я ничего против не имею того, чтобы они ходили по улицам, да? Я даже не имею против ничего того, чтобы они, ну, понятно, что сектанты составляют конкуренцию православной церкви. Они отнимают паству. С этим надо бороться как-то. Так ведь? Сектанты, любая другая вера отбирает паству, отбирает пожертвования, отбирает деньги. С этим надо бороться, я понимаю, забоченность церкви. Деньги нужны сейчас всем, не только им. Сейчас всех их не хватает. Но меня вопрос волнует вот в чем. Вот я иду, да, ко мне подходит кто-то, и вот как со стороны определить, то есть меня уже агитируют, или со мной, скажем, говорят там о курсе доллара. И за что тебя агитируют? Да, и какое основание будет к тому, чтобы подойти и прервать нашу беседу? Или что-то сказать против того, что говорим мы? Или, может быть, они будут ходить и наоборот агитировать нас? То есть они подойдут ко мне и скажут, вот, молодой человек, здрасте, я скажу, здрасте. Они говорят, вот к вам, наверное, пристают сектанты на улицах. Я скажу, нет. Так вот, если они будут к вам приставать, вы им должны сказать то-то, то-то и то-то. Так что любое. Я не понял. Главное, чтобы тебя, как сектанта, не замели. Ну, если, опять же говорю, если я просто иду по улице, но мне ведь на лбу не написано, кто я такой. Почему бы ты думаешь сейчас вот в это время как раз вот такая идея возникла? Ну, понимаешь, церковь в последнее время довольно-таки активна в плане охраны своих бизнес-интересов. Это одно из правил. Только бизнес-интересы, ты считаешь здесь? У нас... Я марксист. Других интересов я не знаю. У нас в бытие определяется знание, поэтому как бы... Не то, что я марксист, просто я учился по книжкам Маркса, и в подоплеке всегда, в конце концов, банальные деньги. Я так полагаю. Точка. Не делай большую многозначительную паузу в эфире. Точка по этой теме, да. Мне очень жаль. Мне хотелось, чтобы ты сказал, что нет, действительно, времена тяжелые. В такие тяжелые времена всякая нечисть вылазит на поверхность. Вот от этой нечисти нужно охранить наши светлые души. А нужно ли? А чем же нет? А нужно ли? А почему? Я всегда выступаю за то, чтобы расцветало сто цветов и соперничало сто школ. Ребята, если вы считаете, что ваше учение верно, доказывайте это. Не надо же ликвидировать тех, кто считает по-другому. Ну вот еще одно, кстати говоря, не учение, но движение тоже со словом патруль. Ты, наверное, уже ознакомился с публикациями на нашем сайте. Мы в блогах тоже разместили на сайте вятского наблюдателя активиста ночного патруля всем известного движения по ловле и остановке пьяных водителей. В очередной раз обратились к начальнику МВД по Кировской области Константину Селянину. На этот раз письмо, не первое письмо уже, открытое такое, но на этот раз письмо исполнено в тональности ультиматума практически. Они требуют, я сейчас буду цитировать, чего. Ввиду того, что предложенный вами официальный канал, это к Селянину обращение, для наших обращений в виде начальника пресс-службы Баранцева не работает, а договоренности, которые мы достигли на последней встрече с вами сотрудниками ГИБДД, не соблюдается. Мы, активисты ночного патруля, извещаем вас, Константин Никандорович, о принятом нами решении. Вот какая, понимаешь, стиль. 4-5 декабря собрания активистов ночного патруля проводиться в здании ГИБДД на Преображенской не будут. Мы прекращаем наше взаимодействие с батальоном ДПС на эти выходные. Приглашаем всех желающих там-то, там-то собраться и далее по тексту. Ну, вот такие, как бы, резкие высказывания, мне кажется, раньше не звучали. А как тебе видится судьба вообще этого общественного движения и почему официальный канал, я закалычиваю, так они его называют в виде Баранцева, перестал работать? Что здесь сыграло? Ну, во-первых, я не очень понимаю, что значит Баранцев перестал работать. Сергей Павлович прекрасно работает. С ними. Я не могу сказать, как он с ними работает. Я просто знаю, что свою функцию он выполняет исправно и претензий у меня к нему никаких нет. Наоборот, только одни добрые чувства. Это раз. Что касательно ночного патруля, то я, честно говоря, удивляюсь, что он довольно-таки долго просуществовал в симбиозе с полицией. Я думал, что это начнется несколько раньше вот такое взаимонепонимание. Потому что, ведь смотри, когда попался там, условно говоря, первый полицейский пьяный за рулем, когда попался второй, это были такие частные, скажем так, случаи, которые, тем более, это было при генерале Солодовникове, которому нужно было создавать вот такую постоянную пиар-волну очень большую, да, вокруг себя, своей деятельности, в частности, для того, чтобы немножко отвлечь внимание от другой стороны своей деятельности, я так полагаю. И тогда это вписывалось в картину. Но сейчас, вот смотри, если взять даже вот последний день нашей милиции... То есть ты хочешь сказать, того уволил, того уволил, того уволил, силовая служба, у нее должна быть определенная информационная закрытость. И поэтому раньше было как? Если кто-то и увольнялся из милиции за то, что попался пьяный за рулем, об этом не сообщалось. Это... Но уволили и уволили. Их, безусловно, уволили. Или переводили там на более низкую должность, как и сейчас это бывает иногда. Но из этого не создавали никогда шумихи, потому что это не в принципах вот таких силовых структур. Их личная жизнь, как бы, она должна быть надежно защищена. Слабые стороны показывать нельзя, потому что ими может воспользоваться враг. Так. Вот. Патруль же, вот по своей сути, да, ночной патруль, он наоборот такой немножко гиперпубличный, сказал бы я так. Даже чересчур немножко публичный. И то есть каждый случай, особенно связанный с людьми в погонах, он становится очень широко освещаем, да еще с подробностями, да еще с видео, да еще с цитатами, цитатами нецензурными. Это все, на самом деле, идет ведомству в минус. И вот когда этого становится много, а ведь, по-моему, даже в том же письме Селянину там указывается, что последний день милиции стал ночью оборотней в погонах, да? Представляешь, какой был улов? Представляешь, какой был улов, да? И это уже массовое. Это уже показывает то, что органы милиции, так сказать, массово деградируют, если так можно выразиться, да? Вот в плане того, что они сами нарушают законы. Такой патруль не нужен вот без Солодовникова. Он, условно говоря, селянину и вот той структуре, которая сейчас есть, он просто не нужен. То есть они свою функцию выполнили в свое время. Они попали в волну. Они это сделали. Сейчас им вот эта гиперпубличность строго не нужна. Другой начальник, другой стиль работы. Ты обратила внимание? Совершенно другой стиль работы. В связи с этим, да, абсолютно, конечно. В связи с этим, какова судьба ночного патруля? Что с ними произойдет в ближайшее время? Смогут ли они без поддержки? Все в их руках. Они же работали изначально и без поддержки. Они же изначально работали на свой страх и риск. Если не произойдет раскол, например, внутри самого движения. А вот дальше уже надо будет смотреть. Потому что, понимаешь, когда это движение такое практически легальное, когда оно поддерживается высшими чинами, то, естественно, к нему и примыкает больше людей. Больше людей, конечно. Потому что, как бы, ну вот, можно грамоту получить от Солодовникова. Тут понятно, почему публичности добивались активисты. Сейчас же, когда это снова вернется, скажем, на неформальный уровень, вполне возможно, что не просто там какой-то раскол может быть, а просто поредеют ряды. Как там говорят? Жедеют наши ряды. Но если ДПС не будет поддерживать, видишь, если кто-то обращается по телефону полицейскому и говорит, что за рулем такого автомобиля сидит пьяный человек, то реагировать на это обязаны. Это могу я подать, я же не ночной патруль. Я вижу, что пьяный сидит за рулем, я, в принципе, как гражданин должен сообщить об этом. И они должны об этом на это среагировать. То есть, такого рода вещи они могут продолжать делать и дальше. Другое дело, что доступа вот к самому факту вот этому красивому... Да, но прямого противодействия деятельности ночного патруля со стороны силовых структур ты не опасаешься. Я не опасаюсь. Я думаю, что по большому счету это на пользу. То есть, ловля пьяных-то это на пользу. Ясно. А вот дальнейшая огласка это немножко уже вопрос скользкий. Мы приверемся сейчас на короткую рекламу. Напоминаю, что это особое мнение Николая Голикова через две минуты снова в этой студии. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Агропромышленный холдинг Дороничи. Особое мнение на 101FM Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Это особое мнение главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар» Николая Голикова. Здравствуйте еще раз. Да, замечательная заметка есть на сайте «Товар. Деньги. Товар». Насколько я понимаю, она же находится и на сайте «Регион 43». Она подготовлена журналистом «Региона 43», который заодно еще журналист сайта «Товар. Деньги. Товар». Да, плотное взаимодействие. Компания «Вят. Жил. Сервис». Управляющая компания раздвоилась. «Вят. Жил. Сервис». Есть компания «1», есть компания «2». Погоди, Светль. Казус именно в том, что нет компании «1», нет компании «2». Есть компания «Вят. Жил. Сервис» и есть компания «Вят. Жил. Сервис». Они называются абсолютно одинаково. Там нет разницы. И цифры «1». «Вят. Жил. Сервис». О-о-о-о. Директор тот же, усилитель тот же и адрес тот же. Значит, друзья, У кого управляющая компания Вятжилсервис? И те, кто вообще связан с управляющими компаниями. Мы сейчас попробуем рассказать им удивительную историю. Давай, Коля, вкратце. То есть, получилось так. Ведь сначала прошло сообщение госжилинспекции о том, что управляющая компания Вятжилсервис по собственной инициативе отозвала лицензию свою на управление домами. Это было нынешней весной. Да. Это было этим, какое-то уже было, это осенью. Они отозвали лицензию осенью. А дело в том, что весной-то вот что случилось. А весной в городской налоговой инспекции была зарегистрирована еще одна фирма. С точно таким же названием. Там разница только в ИНН. Только несколько цифр в ИНН. И в дате регистрации. То есть, одна была зарегистрирована, условно говоря, в 2008 году, а другая, значит, в 2015. Все остальное абсолютно идентичное. Вот это самое удивительное в этой истории. То есть, оказывается, несмотря ни на что, мы можем регистрировать фирмы абсолютно одинаковые. Не приделывать им цифру 2 или, там говорят, плюс. Вот знаешь, вот инвест-плюс мы говорили. Плюс он обычно появляется, когда первая фирма банкротится. Или цифра 2 появляется. Или какая-нибудь заглавная буква появляется. Здесь ничего. Абсолютно идентичное название. А в мае произошло вот что. Когда уже эти две фирмы с идентичными названиями, так сказать, были, то как-то вот неожиданно все дома, которые управлялись компанией Vagil Service, перешли под управление компанией Vagil Service. Если кто не понял, я еще раз скажу. Позже зарегистрированный. Да, то есть я не могу сказать номер один, номер два. Это абсолютно, это как бы даже вот, у нас говорят, они размножаются методом простого деления. Это клонирование уже. Это вот клон, идентичный совершенно клон, который там отличается буквально там совсем вот на три волоса на лысине. И эта компания, которая вторая, она сейчас благополучно управляет этими домами. А первая компания, а на первой компании остались долги, причем долги очень серьезные. 18 плюс 25 миллионов рублей. Да, то есть порядка полусотни миллионов рублей перед ресурсом снабжающими организациями. То есть это, причем если посмотреть по жильцам, то жильцы-то деньги заплатили. А вот до ресурсов снабжающих компаний они как-то не дошли. И они сейчас как бы вот зависли на вот этой вот умирающей компании с названием Vagil Service. Тут несколько вопросов сразу возникает. Как была допущена регистрация компаний Клона? Вот этого я не могу объяснить. Вот сколько я не думаю, я не понимаю. Потому что сколько раз были случаи, ну, когда регистрировали что-то там, газету, когда даже просто похожее название, нам рекомендовали их поменять. Во-вторых, скорее всего, жильцы этих домов даже не поняли, что произошли какие-то изменения. Это невозможно понять. И в-третьих, там, сколько бы ты насчитал, полсотни миллионов рублей, они ведь должны быть кем-то востребованы ресурсоснабжающими организациями. Дальнейшая процедура нам уже понятная. То есть ресурсоснабжающие организации, видимо, это КТК, видимо, это ККС, которые у нас там поставляют воду, поставляют тепло. Они, безусловно, обратятся в суды, может быть, даже они обанкротят эту компанию, не дадут ей, естественно, смерть умереть. Но как в таких случаях чаще всего оказывается, кроме там пары стульев и стола, за душой ничего нет, все уже заранее передано куда-то, если и было. Обычно, почему управляйте, какое имущество? У них ничего нет. Это же просто бумажная работа. Эти долги зависнут. Зависнут. Они не могут раствориться просто так. Нет, они, конечно, не растворятся. Дело в том, что они постепенно там, через какое-то время, войдут, глягут нам в тариф. Кому нам? Всем. Вообще всем. Не обязательно тем домам. То есть долги просто периодов, да, они будут сосчитаны, учтены как убытки компании, и будут за счет в будущем году или через год просто войдут в общую сумму тарифа, и мы все заплатим на 3 копейки больше. Значит, я поясняю, я просто пыталась до эфира тоже выяснить у Коли. Значит, я поясняю, что не только те жильцы, которые находятся в домах, обслуживаемых управляющей компанией Vigil Service, а вообще всем жителям, я не знаю, Кирова и Кировской области. Нет, ну область, на область где рассчитываются. Области. Ну, смотря, где работают регион действия дальнокомпании. КТК работает только в Кирове, предположим, да. ККС работает только в Кирове. Например, там энергетики, они работают по всей области, да, то есть разные ресурсы. Они не могут просто так вычеркнуть эти деньги. Безусловно, ни одна фирма не может взять и долг уничтожить, да. Он какое-то время висит. Перераспределят на нас. Он висит, потом он получает такой статус как бы такого невозвращаемого долга, и вот сумма складывается, и когда рассчитывается тариф, то в том числе вот эти долги, они есть как одна из составных частей. Автор публикации, о котором ты уже говорил, в конце пишет, что прошу считать мою заметку открытым заявлением по существу в прокуратуру, МВД, ГЖИ и далее везде. На что он рассчитывает? Я думаю, что на такую заметку должны среагировать все названные органы, а может быть еще и у МВД. Потому что здесь, мне кажется, уже немножко даже как-то зашкаливает. Так вот, знаешь, вот ловкость рук немножко зашкаливает. Мне кажется, надо проверить на соответствие уголовному уже законодательству. Но вы будете следить за этим, да? Безусловно, безусловно. Будете следить. Еще одну тему, которую хотелось с тобой, и как раз у нас хватит времени на нее раскрыть сегодня, это вот то, что, наверное, тебе тоже должно понравиться. В библиотеке иностранной литературы в Москве закрылся российско-турецкий центр. На сайте библиотеки поясняется, курсы османского языка прекращаются. Оказывать помощь аспирантам и магистрантам мы тоже не сможем. Естественно, все планируемые круглые столы, лекции, конференции отменяются. Нашим библиотечным фондом воспользоваться так же больше не удастся. А 27 ноября Министерство культуры Российской Федерации, если кто пропустил, направило в правительство свои предложения по ограничительным мерам в отношении Турции. Министерство культуры по ограничительным мерам в отношении Турции. В частности, Минкульт больше не рассматривает возможность проведения перекрестных годов культуры и туризма России и Турции в 17-18 годах. Они должны были пройти. То есть что? Политика больше, прежде всего? Ну, понимаешь, ты говоришь о культуре. Культура-то у нас всегда падчерица. На нее вообще никто внимания не обращает. Сказали и все. Речь идет о том, что сворачиваются контакты в области экономической. Недавно Бабич выступал в Татарстане, в Казани. Что касается экономических санкций, понятно. Татарстан как связан. Да. У Татарстана много... У них язык практически один и тот же. И бизнес-проектов много с Турцией. И просто хорошие отношения, потому что это, по большому счету, один народ. Они довольно-таки молодая такая общность, тюркская. И как бы вот культурное это отношение, да, они просто уже, ну, им проще всего приказать. А приказывали ли? Может быть... Понимаешь, если Министерство культуры... Те, кто вагончики, они впереди в пароозы побежали? Ну, я считаю, что культура это не вагончик. Хорошо. Это уже часть паровоза, скажем так. Окей. Вот когда там в Саратове там стали вывески заклеивать, да, убирать слово турецкий, это вот был, конечно, да, это уже люди просто от паники, да, начинают действовать. Я не удивлюсь, если там... А чего бояться-то? Чего они паникуют? Понимаешь, они не то, чтобы бояться. Они боятся, что когда у них возникнут проблемы, то это им зачтется, что они... Заклеили слово турецкий. Заклеили, да, да. А если они не заклеили, и проблемы начнутся, то это им, наоборот, приплюсуется. Ах, вы еще и... Название вражеское носите. У нас ведь как бы неожиданно вдруг у нас оказался еще один враг. Да? У нас еще Турция стала врагом. Еще пока никто не понял, почему. И очень долго, вот тот же Бабич очень долго объяснял, что мы не враги турецкому народу, но раз они такого президента выбрали, то мы должны им показать, что мы этим недовольны, да? Вот я не очень так вот понимаю взаимосвязь культуры, условно говоря, и сбитого самолета, но тем не менее в нашей стране вот так все происходит. И удивительно-то в этом уже нету. Уже ничего. Я просто думаю, что мы скоро получим то, что в учебниках просто будет вымарано слово Турция, турецкий. Так, а что там у нас на карте-то возникнет вместо этой страны? Ну, некая терра инкогнито такая, чуждая нам враждебная, потому что, понимаешь, когда уже говорят, что вообще из названий слово убирают, то есть само название уже становится врагом, не просто государство, да? Это какой-то уже шаг немножко вперед. То есть я не удивлюсь, если на самом деле вдруг начнет пропадать. Ну, как в свое время пропадали фамилии? Хор Турецкого пропадет тоже. Хор Турецкого, он безусловно должен пропасть. Я не знаю, кстати, наверняка они уже переименовались, например, в хор Сирийского. Я бы на их месте так поступил. Я думаю, что не стоит так рисковать, надо сразу в путинский хоррор переименоваться. Вот то, что касается Владимира Владимировича Путина, то, безусловно, я скажу, что такого распоряжения он не отдавал. У него, знаешь, много довольно-таки серьезных дел. Я про это тебя спрашивала, когда имела в виду паровоз и вагоны. Ему есть чем заняться, но так как тема возникла, то дальше уже все пошло. Понимаешь, вот это не то, что там паровоз и вагончики, Министерство культуры довольно-таки высокий орган. Но то, что у нас вот так реагирует, вот это мы видим. Ничего удивительного. Вот в нашей стране уже ничего удивительного. Просто мне интересно, до чего дойдет. Турции все-таки у нас отношения очень древние. Мы же соседи. Мы же соседи. И во-вторых, Византия, Константинополь. Это же уже плотней с Россией связи быть не может. Да? То есть с этой территорией. И вот как это все будет решаться, мне интересно. Тебе вообще интересно сейчас жить в этой ситуации? Нет, я бы, конечно, с большим удовольствием пожил в более спокойной, скажем так, ситуации более предсказуемой. Потому что это, когда разовый случай, это можно посмеяться, да? Но у нас же это уже входит ежедневно. С каким ты сейчас ощущением утром включаешь радио или телевизор? Я не включаю с утра радио и телевизор. У меня от этого очень хорошие ощущения. Вот так я отвечу. Что рекомендуешь сделать людям? Я стараюсь видеть вот такого рода вещи, просто видя коротких заголовков на экране компьютера. и обычно не кликаю, чтобы не читать дальше, потому что и так все понятно. Это журналист говорит. Это говорит журналист, да. Понятно. Это особое мнение журналиста Николая Голикова. Спасибо тебе за него. Ну, грустная-ка от концовка-то вышла. Надо было что-нибудь веселым поговорить. Так почему? Хороший ты ж. Каждое утро с хорошим настроением. И к нам, слава богу, тоже. Спасибо. Спасибо, Света. До свидания. Особое мнение на 101FM